Первое, что заметили жители, свободные границы между регионами. Блокпосты тихо исчезли в выходные. В аэропорту приезжающим больше не измеряют температуру. Ведь сидеть на карантине 14 дней теперь тоже не нужно. И этому радуются даже издалека. Например, у меня в Алтайском крае живут родственники, но я не мог туда поехать, потому что я должен был сидеть в двухнедельный карантин. Сейчас это отменили, и я планирую в ближайшее время все-таки отправиться на малую родину. А то, что москвичи боятся, это на самом деле большой минус и ухудшение, потому что москвичи сейчас страдают, началась жара, хочется куда-нибудь уехать, а уехать-то и некуда, тут все привыкшие к путешествиям. Поэтому многие бы, наверное, отправились в горный Алтай. Этих послаблений люди ждали 70 дней. Вместе с этой мерой новый указ открыл двери и для нескольких сфер бизнеса. Так разрешена работа санаториев и курортов, отчего в Белокурихе первой очереди. Санаторий Белокуриха открыт. Добро пожаловать. Торговать могут магазины, но не все. На это претендуют торговые залы площадью не больше 400 квадратов. Ограничения на количество покупателей нет, зато есть другие важные пункты. Отдельный вход с улицы и маски. Покупатели обязательно в масках, которые заходят без маски. Мы просим, что оденьте, пожалуйста, маску. В основном покупатели все стараются. Есть, конечно, возмущение, что мне не нужна маска. Я говорю, ну не можем мы обслуживать вас без маски. Легальными теперь стали прогулки по двое. Впрочем, барнаульцы про эту возможность не забывали весь последний месяц. Пожилым людям старше 65 лет теперь разрешено выходить из дома в магазин или аптеку. Но сам масочный режим, в торе хозяевам торговых точек, в крае действует. В общественных местах нужно надевать средства индивидуальной защиты. Правда, торговым центрам эта мера пока не помогает. Большие отделы по-прежнему пустуют. Когда им дадут добро на открытие, неизвестно. Ура! Зоопарки на открытом воздухе сегодня принимают первых за долгое время гостей. Правда, сначала посетители обрабатывают руки и в целом должны соблюдать дистанцию. А это сложно. Дети соскучились по животным, а животные по гостям. Особенно радовались медведи, которые буквально устроили целые танцы по встрече посетителей. Очень радовались птицы, очень радовались тигры. И, конечно же, нам очень приятно отметить, что в этот момент, буквально в 8 часов утра, у нас родились 4 тигренка. Не меньше радовались в парикмахерских и салонах красоты. На входе пациентам теперь измеряют температуру, персонал работает в индивидуальных средствах защиты, помещение дезинфицируют после каждого приема. Сегодня у нас такая суета маленькая, но уже рабочая, уже все равно радостная, позитивная. Но мы постараемся сделать все, чтобы все-таки пребывание наших пациентов в клинике было еще и безопасным. И, наконец, спорт. С боками, отъеденными на самоизоляции, начнут прощаться. Физкультура на открытом воздухе разрешена, но без уличных тренажеров, подвое или семьей. Тренеры тренажерных залов уже освоили такие форматы работы, но надеются, что привыкать не придется. Занятие упражнениями, занятие физической культурой, это все-таки поднимает и без того наш слабый осенью и весной иммунитет. Поэтому я думаю, что тренажерный зал уже нужно открыть в ближайшее время. Что еще стоит открыть, жители давно знают. Кафе, рестораны, кинотеатры. Да и сам поход к врачу для некоторых становится уже желанным. Впрочем, от нашего же поведения и соблюдения правил зависит, как скоро мы перейдем к следующим этапам снятия ограничений. Анастасия Дроган, Екатерина Шахова, Александр Антропов. День с толком.